Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Крис Тейлс, но и у нас с вами такая задача собрать Буки. Дай мне немного времени, я попробую приладить все детали на место. Я снова со мной родилась. Какое облегчение. Спасибо, дети. Буки, ты помнишь, что случилось, когда ты впервые увидела Ралус? О, да, милочка. Дай мне минутку. Надо привести мысли в порядок. О, нет. Не эти воспоминания. Постойте-ка. О, нет. В чем дело? Я все вспомнила. Я видела двоих. Они все здесь посыпались от первой пылью и провели какой-то ритуал. Потом появилась Ралус и сказала что-то вроде «Завершить мое воскрешение можно...» Больше ни слова. Что? Снова ты! Веди себя пристойно. Я не собираюсь пачкать руки. Но я не позволю вам доставлять неприятности моему клиенту. Мне кажется, у вас много сил ушло на восстановление этой машины. Что ж, поиграйтесь с ней. Я разрешаю. Это она обо мне? Императрица дала мне это устройство для других целей. Но я думаю, я воспользуюсь им прямо сейчас. Оно сводит старые машины, подобные этой суммы. Нарушители. Необходимо защитить малышей. Вы веселитесь как следует. Ну вот, собрали геморрой на свою голову. Я с радостью украшу вашими телами собор. Вместе мы будем охранять его вечно. Надар, рискни, спятивший робот. Осторожно. Маска помогает ей сражаться. Ну, начнем. Начнем мы, видимо, с того, что, как всегда, посмотрим, что же эта штука может. Да? Давай, Юкандорчик. Ты забралась на стенку? Тыгадынч. Но ядом не стоит. Остальное все норм. Так, урон не сказать, чтобы огромный. Ладно, понеслась. Тогда громовые сферы, если разницы нет. Ну, как бы, если не видно разницы, то зачем платить больше, правда? И, естественно, первым делом посадим Юкандорчику, чтобы, в случае чего, у нас с вами была готова хорошая защита. Так, манипуляции солью. Ага. Так, ну и здесь давайте, получается, ускорим, как всегда, Кристофера, потому что Кристофер вроде как наш боевой тувагич. И, Кристофер, давай-ка мы с тобой применим вот это. Синхроэлектрическое клеймо. Понеслась? Ну, нормально. Ага. Ага. Так. Может быть, призывателя тогда, а? А то он там что-то призывает, его стоит, да, его стоило расколбасить. И что у нас тут есть? Поддержка вечно зеленая повышает магическую атаку. А я знаю, кому это надо. Вы все знаете. Вы все знаете. Вот так вот. О. Хм. Даже не страшно как-то. Я тут говорил о том, что некоторые боссы есть прям мощные и стремные, но, видимо, это не тот случай. Двести пятьдесят два. Дружи, ты вломил, так вломил. Хо-хо. Ну-ка. Давай. Чпок. Двести пятьдесят два. Нормально. Девчуль. Ну, естественно, ускорение на сего пацанчика. Чик. Так. Ага. Хил. Ну. А? Куда? Куда вы? А что нам делать? Ну, хорошо. А если мы посадим... Нет. Давайте тогда вечно зеленая и посадим ее. Место недоступное. А. Мы не можем, типа, несколько юкандр так зафигачивать. Пум. Хорошо. Чуви. У тебя получается этот ход пропуск. Ну, давай, вылазь. А-а-а. Стало интереснее. Окей, сюда мы громовые сферы. Они в прошлый раз эту штуку снесли с одного раза. Бынь. А сюда давайте бросим фаербол. Посмотрим, насколько он зайдет. А-а-а. Ну, молнии было, наверное, даже лучше. Работает, как говорится, не трожь. Так, девчуль. Давай. Хочу, хочу. Ноль. Ага. Ага. Вот так вот, да? Ну, хорошо, громовые сферы. Держи. Дшш. Хорошо заходит. А-а-а, ну что, может быть, тогда просканируем эту штуку, а? А то, как бы... Как бы, это... Непонятно, что с ней, как с ней. Хотелось бы и хпл... А-а-а, ну все, уже практически закончили. Поношу эпопею, точнее, ее эпопею. Ты можешь манипулировать солью, сколько тебе угодно, родная. Но я сейчас будет, знаешь что? Сейчас будут громовые сферы, которые тебя уничтожат, нафиг. Да? Нет. Так. Так, бум. О, прекрасно. Ее кандрочка сработала. Ой. Что-то как-то... Блин, а за того, что она нам наносит мало урона, у меня нет никакого ощущения серьезности босса. Так, окей. Навык наступления... Нет, а давайте тогда вот эту штуку. Наступление взрывное бросим. Все-таки распигачим, а то не хочется смотреть, что оно против нас сделает. Ага. Ать. Как ты слабо, родная. Ну, громовые сферы. Можете критануть, пожалуйста, а? Нет, не стали. Жаль. А у Крис никаких вариантов нет. Но она, кстати, может призывателя, может быть, разрубить, а? Она не смогла разрубить призывателя. Но в любом случае... Сейчас мы взорвем просто вот эту большую штуку, и я думаю, призыватель уже проблем не составит. Да. А жалко. Мне эта штука НС нравилась. Она... Она умерла? Не уверен, что смерть подходящая, слава, в данной ситуации. Ее систему вышли из строя, но она находится в процессе перезагрузки. Ахтиация систем. Инициализация протокола самоидентификации. О, мои дорогие. Что случилось? Мне так жаль. Буки. С тобой все в порядке? Да, вроде бы. Может быть. А что насчет ее воспоминаний? Буки, ты помнишь, что говорила о Ралус? О, да, я вспомнила. Она сказала, завершить мое воскрешение можно, обменяв одну жизнь на другую. А потом два птицы-человека поместили что-то в круг из сапфировой пыли, и один из них сказал, я принес мамину ленту для волос Арва. А затем вспышка света. А затем вспышка света. Но это значит, что мы неплохи. Но это значит, что мы неплохи. О, смотрите-ка, парад начался. Все так. Все так. А что они вообще празднуют? Годовщина битвы, которой завершилась первая война с императрицей. Много людей погибло, отражая ее атаку на Кристаллис. Парад проводится, чтобы почтить их память. А сейчас она собирает новую армию? Да. Если мы не остановим ее, в этот раз исход может быть куда хуже. Если сбудется видение, то нас ждет катастрофа, которую мы видели на озере. И мир будет уничтожен. Мы должны остановить императрицу. Хм. Я думаю, ничего сложного. Сегодня прямо-таки должен быть наш день. Так, ребятки, у вас что-то в настоящем? Сайт-квест. Соль. Еще одна Синдерика. Толерия. Что? Простите, я... Не спеши. Сделай глубокий вдох. Или потеряй сознание, если хочешь. Простите, пожалуйста, я всего лишь... Глазила на Джозефа. Что? Нет. Это так заметно со стороны. Только тем, кто не обделен зрением. От него глаз не отрываешь. Не обращай на него внимания. Значит, ты влюблена в Джозефа? Тихо. Он же услышит. Сомневаюсь. Он также увлечен собой, как ты. Нет. Джозеф не такой. То есть, он не всегда был таким. Что ты имеешь в виду? Мы дружили в детстве. Когда я приехала в Толеру, только Джозеф по-доброму ко мне отнесся. И я не знаю, что с ним случилось. Не могли бы вы поговорить с ним? Он был одним из моих учеников. Я могу с ним поговорить. Но Джозеф, которого я помню, был другим. Он изменился, но... Я уверена, что в глубине души он остался прежним. Просто с тех самых пор, как умерла его мама, он... Во всем виновата эта женщина из семьи Оройц. Она украла мое зеркало. Глэдис? Нет. Глэдис всегда была на его стороне. На нашей стороне. Я говорю о Ралус. Понятно. Не бойся. Нет дела благороднее, чем встать на защиту истинной любви. Мы поможем тебе. Это наш священный долг. Священный долг? Помощь по уши влюбленной девице, которая только умеет что часами гладеть на людей и терять зеркала? Я... Тихо. Молчание – золото. Особенно в твоем случае. Я побеседую с Джозефом. Давно не виделись с Джозефом. Господин Вильгельм, вы вернулись. У вас сейчас есть ученики? Алисия не помешала бы вашей помощи. После смерти матери от нее толку нет. Ха. Она тоже забыла, что такое хорошая манера? Или такая неприятность только с тобой случилась? Плевать. Чего вам? От тебя? Судя по всему, с тебя нечего взять. К сожалению. Тогда убирайтесь, глупец. Кто вас вообще просил возвращаться? Так нельзя. Прекрати, парень. Разговаривать здесь бесполезно. Возможно, есть способ его перевоспитать. Но что мы можем сделать? Соль сказала, что Джозеф не всегда был таким, тем более с ней. Думаю, нам стоит убедиться в этом. Матиас? Прекрасная идея. Отправляюсь в прошлое. Давай. Джозеф, прекрати. Почему ты так грубо ведешь себя с Соль? На тебя совсем не похоже. Но мама, она же синтерейка. Близнеца дразнится из-за того, что я дружу с ней. Не имеет значения, откуда она. Ты сам это знаешь. С каких пор ты вообще слушаешь близнецов? Забудь обо всем, что они говорили. Тебе нравится эта девочка? Да, очень. Тогда прекрати дурить и иди к ней. Подари ей вот эту вещицу. Зеркало? Особое зеркало. Если сосредоточиться, оно покажет тебе будущее. Оно не работает. Ой. Я вижу. Мы с ней выглядим счастливыми. Нам хорошо вместе. Видишь? Прекращай творить глупости и иди к своей подружке. Ага. А кто-нибудь еще нам что-нибудь скажет? Видимо, нет. Ну, хорошо. Ок. Он был очень милым ребенком. Верно. Но, может, это упускаем. Где сейчас это зеркало? Я бы взглянул на него. По словам Соли, это зеркало забрало Роуз. Думаю, мы уже нашли это зеркало. Интересно. Насколько мы знаем, это зеркало было сильным магическим артефактом. Но сейчас толку от него нет. Его нужно починить. Давайте попросим Рохо. Нет. Рохо восстанавливает витраж. Нельзя его беспокоить. Тогда что скажете о его сыне? Кажется, его зовут Рохизо? Крисбелл права. Стоит с ним поговорить. Значит, пойдем к Рохизо. А он где? Рохизо-то. А, вы чужие станции, которые нашли папины инструменты. Чем могу помочь? Привет, Рохизо. Не мог бы ты починить это зеркало? Да, отца мне далеко, но со стеклом я работать умею. Можно взглянуть? Интересно. Первый раз вижу такое. Кажется, я читал книжку об этом. Это что, магическое зеркало? Верно. Ты хорошо разбираешься в талижских артефактах. Ты сможешь его починить? У меня есть почти все необходимое. Я смутно помню, что для сознания такого зеркала нужен особый материал. Значит, для починки он тоже понадобится. Что же это за материал? Думаю, ты говоришь о радужной воде. Радужная вода? Да, точно. Я забыл название. Чудесно. Наш мастер забыл, как называется материал, без которого работу не сделать. У меня плохие предчувствия. Однако, позволь мне поделиться с тобой информацией. О нет, началось. Итак, аквапризма, также известная как радужная вода, ключевой компонент, необходимый для создания ремонта предметов, питавших мамикью времени. Радужная вода насыщена магией минеральных озер и идеально подходит для того, чтобы сдерживать напор энергии времени. О, интересно. Ух ты, как интересно. Можете достать эту воду? Конечно. Уже собрали образцы воды, которые были нужны твоему отцу. Найдем образец для тебя. Здорово. Я начну подготовку и приступлю к работе сразу, как только вы принесете мне образец радужной воды. Ага. Раз, сайт квест. Здорово. Я так понимаю, нам их надо сделать до финального шоудауна. Здорово, трэблеры. Давайте посмотрим на синтез времени. У нас деньжат-то поднакопились? Поднакопились. Воу-воу-воу, полегче. О, ничего себе. 9, 11, 15. Мы можем 11, 15 купить, а девятку оставить на потом. Обалдеть. Меч мы доапгрейдили до максимума, и вот эта штукенция тоже даст нифига себе бонусы в итоге. Но ты, друг, извини, но тема тоже обязательно накопим деньжат. Тебя что-то беспокоит? Что? Прошу, не отвлекай меня, я работаю над очень важным проектом. Надеюсь, что оно прям важно, иначе ты просто грубиянка. Мой сладкий. Моя работа навсегда изменит будущее Нева Толиры. Звучит и правда серьезно. Так и есть, дорогуша. Если хочешь, расскажу в деталях. Я хочу поменять дизайн платформ для ежегодного парада в честь победы на войне. Это в буквальном смысле самое неважное дело из всех возможных. Я не преувеличиваю. В мире нет ничего менее важного. Вообще ничего. Это даже вызывает восхищение. Вот именно. Чудесно, не так ли? Жизнь всего города изменится благодаря моему проекту. Я так рада. Вижу, что произвела на вас впечатление, ребятки. Почему бы вам не помочь мне создание нового будущего для Толиры? Почему? Потому что любое другое дело принесет больше пользы. Я... Значит, по рукам. Фантастика. Я попросила жителей города принести мне ленты, но не все откликнулись на мою просьбу. Побродите по Толире и соберите оставшиеся ленты, хорошо? Но мы... Время не ждет. Одна нога здесь, другая там. Но... Хватит. Не трать время, Крисболл. Нас перехитрили. Идем ленты и покончим с этим. Он звучит волшебно. И так... Хозяйка лавки обещала мне ленту. И студент из университета. Последний у Брэндона. Его можно найти у монумента в центре. Таким отважным героем, как вы не составит труда отыскать мои ленты. Я даже награду для вас найду. За дело. Хм... Ленты? Ну ладно. Хозяйка магазина. А у тебя есть что-нибудь? Типа купить эту ленту можно? А у нас денег вообще нет. Не, ну мы можем продать что-нибудь ненужное. Ничего страшного. О, у нее есть... У нее есть утяжелители. Но они, конечно, стоят пипец. Привет, Элизабет. У тебя нет украшений для парадной платформы. Дрина говорит, что ты обещал ей ленточку. Ой, украшения для Дрины. Мяу. Вы собираете для нее ленты? Можно и так сказать. Ясно. Тогда держите. Мяу. Зеленая лента. Да, квесты, конечно, очень сложные. А ты, друг? Я уже привык к тому, как здесь все выглядит. Даже такая бескусица, как парад, кажется привычной. А... Он тусит у центральной статуи. Но это не он? Нет? Дугла... Нет, это не он. Хорошо. Может быть, ты или это в начале города было? Гладис всегда ненавидела войну. Когда солдаты возвращались с войны, она всегда тепло ему лопалась. Я как будто наявил это вижу. Ммм... Ммм... Блин. Все время я вот этот вот тусит у центральной статуи как-то мимо меня проходит. Но в будущем, конечно, городок выглядит пока что прискорбно. Я надеюсь, что мы с вами сможем улучшить его будущее. Так, студенты. Эй, ребят, можете помочь? Прошу прощения. Я еще ленту. Красивую. Что-нибудь такое можно даже сказать, ума помрачить. Понимаете? Ты не перестаешь меня поражать. Серьезно. Он пытается сказать, что мы помогаем Дрине украсить платформу для парада. Вы вроде бы обещали ей ленту. О! А мы забыли. Простите. Вот лента. Отдайте ее Дрине. Синяя лента. Спасибо. Такс. Ну и у центральной статуи это явно не он, да? Она была хорошим человеком. Даже интересовалась природной магией. Эм, брр. Ну остается только идти в центр и надеяться, что я что-то опять не перепутал. Хотя тут сложно что-то перепутать, мать ваша. Учитал центральной статуи, вот центральная статуя. Эм. А давайте, кстати, в таверне переночуем, мы еще в этом городе не отдыхали. Добро пожаловать. Соскучились по теплым постелям? Всего 200 горошин за комнату. У нас денег нет. Я вспомнил, что денег нет. Хе-хе. Очень, знаете ли, своевременно. А котик действительно во времени совершенно не перемещается. Ой, а вы кто? Жаль, что в сапфирах только воспоминания можно хранить. Увы, мы все смертны. А что ты хочешь туда душу заточить? Как бы... Ты? Не волнуйтесь, ваше зеркало в надежных руках. Хорошо. Я этому рад. Кому? У кого? Финальная лента. Уходи, ты мне мешаешь. Козел. Привет. Эм. Извините, мистер. Не вы ли обещали Дрине ленту для платформы? Что? А, да, точно. Собирался отнести и ленту, но задремал. Вот она. Отдайте ее Дрине. Я ей так чертовски много времени потратил, пока я вделал. Розовая лента. А сейчас извините, меня ждут дела. Мы собрали все ленточки. Вернемся к Дрине. Хорошо. Ну, я не знаю, насколько это улучшит в итоге город, но вдруг. Дрина, мы принесли ленты. О, чудесно. Итак, последние штрихи. Вот так. Готово. Пошли быстрее. Пустой платформе на параде делать нечего, верно? Но при чем здесь мы? Я художник, а не актриса. Я творю за кулисами. А на платформе кататься ума не надо. Вы отлично подойдете. Почему бы и нет? Что скажешь, Крисбелл? Давайте поможем Дрине. Хуже не будет, так? Значит, договорились. Вперед. А где... Вильхельм? Вильгельм? Какой успех. Люди от моей платформы глаз отвезти не могли. Я знала, что произведу эту сенсацию. Наступила новая эра. Скоро я стану главным организатором парада. Спасибо. Не знаю, что было бы, если бы вы не сыграли свою незначительную крошечную роль. Ага. Ты, кажется, обещала нас наградить. Ну, конечно. Держи. Вот мой подарок. Огненный брелок. Ладно. Я рада, что мы смогли помочь Дрине. И кататься на платформе весело. Интересный опыт. Не буду отрицать. Я тоже получил удовольствие от поездки. Довольно разговоров. А у нас много важных дел. Так, а что за огненная подвеска-то? Я знаю одного пацана, который любит огнем кидать. А. Ну, не будет носить такую штуку, да? А. Непонятно, куда делась огненная подвеска, но... Лады. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас вот с тем заданием. Не везет к любви. Во имя любви. Собери воду в одном из прудов Радужного озера. То есть нам таки снова надо вернуться на Радужное озеро. Ну, пошли. Потому что если мы начнем как бы в финальную секвенцию событий, вряд ли нам дадут это сделать в итоге. Ммм, только надо сначала вернуться к плавательной туфельке. Мы туфельку отдали? Ммм, нет, мы не отдали туфельку. Какие мы стратежные. Отжали ее и таки. Ну, все, на ней катаемся мы. Извини, Паулина. Ты, конечно, нам куришь, но... Но туфелька плавательная наша. Хе-хе. Вот. Пум. Хе-хе. Отличное место. А что ж, давайте на Радужное озеро уже пойдем с вами в следующем эпизоде. А пока что спасибо Миша Лебедева, Миша Фомину, Андрею Фиолетову, Вегению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Простоеду Сергею Кайнору, Рокки Бальбоу Антону, Цару Глебу, Сахарову, брату Монзу, КДВ-45 Рус, Дарий Кравчук и White Rabbit за то что вы можете продолжать поддерживать канал. Всем вам спасибо, что приходите, смотрите эти прохождения. Ну, а мы с вами увидимся в следующем эпизоде завтра. Пока у меня на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи.